В первый день лета на Кубани стартовал турнир по уличному баскетболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора. В поселке Новомихайловском это событие совпало с открытием сезона летних спортивных площадок, на одной из которых и прошел отборочный этап краевых соревнований. Подробности в сюжете Юлии Хворостяновой. Турнир по уличному баскетболу проводится на Кубани во всех 44 муниципалитетах с 2007 года. За Кубок губернатора в новомихайловском поселении борются 50 юных спортсменов от 9 до 14 лет. Первый этап турнира продлится до 5 июня. По истечению пяти дней уходят на второй этап. Это три команды победителей по трем возрастным группам. Они уезжают. Именно те команды, которые заняли первые места, едут в район и уже борются за выход в край. То есть третий этап будет проходить уже в городе Краснодаре. Тигры, титаны и даже братья-армяне. Названия с нотками юмора, но настрой у ребят серьезный. По правилам турнира в каждой команде по пять человек. Трое основных, запасной игрок и тренер. Все ребята занимаются в спортивных секциях, но профессионально в баскетбол никто еще не играл. Впервые играл в баскетбол, но я играл еще в школе. А поучаствовать я решил, чтобы отстоять звание нашей спортивной школы кикбокса. Цель турнира – организовать досуг подростков на летних каникулах и привлечь их к регулярным спортивным занятиям. Подобные мероприятия пройдут на всех площадках поселения. Эстафеты различные, поднятие тяжести, гиревой спорт, армрестлинг. Конечно же, походы. Походы летом сейчас хорошая очень погода. Мы планируем проводить очень много времени в лесу, возле моря. Буквально за последние пять лет насколько насытилась Михайловка детскими площадками. Это отдать должное законодательной власти Краснодарского края, депутату ЗСК Александру Васильевичу Джеусу, местным депутатам, местному совету и, конечно, администрации как районно, так и поселения. Огромное спасибо им, что есть возможность проводить мероприятия на таких прекрасных площадках. Спорт – это жизнь!